здравствуйте уважаемые слушатели и гости канала эзотерика для тебя друзья в этом видео поговорим о том как накрыть новогодний стол на новый 2020 год как это сделать правильно для того чтобы привлечь удачу успех следующем 2020 году как вы знаете покровительницы 2020 года по восточному календарю является белая металлическая крыса это строгий и своенравный зверек который предпочитает именно домашний уют как вы знаете он стягивает все добро к себе в норку без лишнего пафоса и изысков поэтому в подготовке праздничного стола на новый 2020 год важно не только что для него будет приготовлено но и как он будет накрыт но чтобы задобрить маленькую хозяйку необходимо следовать нескольким простым советом которые помогут вам сделать торжество красивым интересным и запоминающимся напоминаем вам что 2020 год это год крысы и крыса открывает новый 12-летний цикл тотемных животных для этого зверька характерны такие черты как целеустремленность педантизм и твердый характер в то же время крыса любит свой дом и предпочитают уютную обстановку приятную компанию поэтому встречать новый год лучше конечно же в кругу семьи или близких друзей стоит накрыть стол для большой компании так как несмотря на свой грозный внешний вид крыса очень сама по себе дружелюбно но чтобы удачно накрыть стол на новый 2020 год и уважить покровительницу следует не бояться использовать нестандартное решение это будет хороший повод проявить свою фантазию и реализовать самые незаурядные идеи крыса отдает свое предпочтение смелым и решительным личностям и обязательно будет к ним благосклона покровительствующая стихия года напоминают это металл основной цвет действующего тотема белый поэтому при выборе цветовой гаммы следует отдавать предпочтение именно белому серому серебристому и металлическому цветам эти тона лучше сделать конечно же основными и оттенять их контрастной палитрой их можно использовать вместе или сочетать другими цветами на свой вкус тем более что они хорошо будут комбинироваться с практически с любыми красками важно конечно же не перестараться чтобы общий дизайн не получился слишком пестрым необходимо помнить что крыса предпочитает строгость поэтому наиболее удачными можем назвать следующие сочетания белый золотой серебряный белый и серый или белый голубой и фиолетовый или белый и красный или белый серый и розовый также можно дать предпочтение белоснежному оттенку и добавить несколько ярких элементов ими могут быть салфетки или предметы декора меню новогоднего стола должно быть конечно же разнообразным можно использовать любые сорта мяса и рыбы а также сыр и более подробно друзья у нас есть видео на канале о том что же можно готовить в этот новый год а что нельзя обязательно посмотрите не следует много внимания уделять изыскам поскольку покровительница года предпочитает именно простоту поговорим немножко о скатерти главной составляющей новогоднего стола является конечно же скатерть и она словно холст на котором будет твориться магия праздничного вечера она является основной детали и от нее зависит общий вид стола традиционно для торжеств используют именно белоснежную скатерть она может декорирована быть светлой вышивкой или кружевом снежно-белая скатерть конечно же универсально для нее проще всего подобрать декор поскольку к ней подходит практически любые оттенки кроме кроме того она хорошо впишется в интерьер комнаты и сделает его более изысканным при выборе скатерти следует отдавать предпочтение натуральным тканям это лен или хлопок несмотря на то что они могут доставлять хлопот в уходе ну как вы знаете они сильно мнутся могут уменьшиться после стирки такие ткани отлично смотрятся на праздничном столе и приятны на ощупь классическая праздничная скатерть должна свисать со стола примерно на 25-30 сантиметров длинное покрывало можно украсить вторым слоем добавив скатерть меньшего размера которое можно будет покрывать либо только поверхность стола либо немного спускать вниз также можно выбрать полотно в этническом стиле или использовать раннер они придут дизайну уют и тепло домашнего очага темные тона выглядят более необычно до них хорошо подойдут акценты например в виде светлой посуды далее уделим внимание салфеткам и салфетки является еще одним важным элементом сервировки который является именно салфетки и здесь конечно же можно дать волю своей фантазии салфетки можно использовать из текстиля или бумаги или то или другое они могут быть исключительно частью декора или также выполнять свою основную функцию их можно укладывать под приборы или класть на тарелку или ставить рядом или складывать специальные фужеры также они могут исполнять роль держателя для имени если каждому гостю например предполагается определенное место выгодно смотрятся салфетки которые сложены именно интересным способом соответствующим тематике торжества или аккуратно собраны при помощи особого металлического кольца следует также учитывать что для того чтобы красиво сложить салфетки потребуется время поэтому необходимо сделать это заблаговременно или поручить данное ответственное дело кому-то из членов семьи далее поговорим о посуде праздничная посуда должна быть хорошего качества желательно чтобы это был один сервис или составляющие сервировки были подобраны в одном именно стиле если на столе стоит разношерстная посуда общая к сожалению картина будет выглядеть неаккуратно и буднично поэтому необходимо заранее уточнить список приглашенных и поставить набор для каждого гостя он может состоять из основной тарелки которая исполняет роль декора на которую будут устанавливаться блюда расстояние между ними должно быть около 50 сантиметров чтобы гостям было комфортно приборы укладываются по бокам от основной тарелки ножи и ложки справа лезвием краю блюда вилки слева приборы должны лежать в том порядке в котором будут происходить именно смена блюд то есть дальше всех будут находиться вилка для блюда которая запланирована на конец вечера рекомендуется иметь дополнительный комплект на случай если у вас появится конечно же и незваный гость бокалы должны соответствовать предпочтениям гостей в питье чтобы общий вид сервировки выглядел должным образом каждому гостю предлагается одинаковый набор фужеров а выбор напитков он делает на свое усмотрение бокалы для шампанского фужеры для вина и коньяка рюмки стаканы для воды и соков теперь немножко поговорим и о самом декоре декоративные элементы для новогоднего стола можно сделать конечно же самостоятельно или купить в магазине предновогодний период период можно найти как больших супермаркетах так и маленьких сувенирных лавках это могут быть шишки гирлянды мишура свечи маленькие елочки звезды конфетти можно дополнить общий интерьер символика конечно же и покровительницы мышей или крысой важно избегать образов кошки который часто используют для украшения окон или комодов иначе хозяйка года может обидеться просто на вас выборе декора необходимо соблюдать общую идею праздничного стола не следует использовать слишком много элементов или устанавливать какие-то крупные предметы они будут привлекать себе только лишнее внимание и мешать конечно же общению следует отдавать предпочтение сдержанности и конечно же лаконечности друзья ну а мы вам желаем новом 2020 году изобилия мира любви гармонии ну и конечно то что сейчас самое модное в нашем современном мире это здоровье но сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья мы с вами прощаемся обязательно оставим лайк смотрите другие видео на канале касательно нового года там что можно готовить что нельзя приготовить какие ритуалы можно делать для того чтобы привлечь удачу в следующем 2020 году но мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео пока пока